Времена, конечно, нынче неспокойные, но я думаю, вы об этом знаете не хуже меня, и прогонять вам одну и ту же телегу в 50-й раз, как и все, я не вижу смысла. Просто лишний раз, ну чисто вот на всякий случай, попрошу на меня подписаться где-то еще. Ну, чисто вот на случай худшего сценария, чтобы вот мы с вами не потерялись. ВК, Дискорд, теперь еще и Телеграм, ну, короче, вот где вам удобнее? Заранее спасибо. А, еще тут встал вопрос, думаю, вот почаще стримить, но заполнять этим основной канал как-то не хочется, поэтому думал либо воскресить твич, либо зарегаться, наконец, нормально на вазде. Вот, жду экспертного мнения на этот шот в комментариях. Надеюсь, у вас все хорошо, есть и будет. Ну, а теперь к теме видео. Я тут сравнительно недавно поймал себя на мысль, что серию Соулс, да, к ней относятся в том числе и эти ваши Бладборны с Элден Рингами, мне как-то все это надо называть, окей? Так вот, серию Соулс можно назвать, ну, если не самой, то точно одной из самых влиятельных игровых серий за последние, ну, где-то лет 10-12. Я сейчас не говорю о продажах, там, преданности фан-базы или количестве подражателей, настоящее влияние становится заметно, когда видишь знакомые элементы даже в играх, которые, вот, казалось бы, по своему жанру от Дарк Соулс максимально далеки. До сих пор выходит какой-нибудь новый релиз, а там система респауна вот один в один те самые костры. Выходит другой, а там мультиплеер со вторжениями, как-то вот уж очень подозрительно похож на типичное ПВП от Миядзаки. В третий релиз ничего не завезли, но хотели, судя по новостям, в четвертый вообще допилили модами, и вот так постоянно, и уже достаточно давно. И это неудивительно, ведь чаще всего такие вещи очень даже универсальны, и к лицу почти всем играм любых жанров. Но Соулсы это далеко не только ПВП, костры и сообщения на полу, в них хватает крутых идей, которые тому же Элден Рингу, например, тоже не помешали бы, но, увы, сейчас они заброшены и забыты. Именно об этом сегодня и поговорим, о крутых, но забытых идеях серии Соулс. Кстати, не знаю, заметили вы или нет, но главная сложность в том же Элден Ринге, это не пройти его, а просто начать нормально в него играть. Оптимизация до сих пор страдает, цены на комплектующие, способные его вытянуть, кусаются уже не первый год, с консолями вообще дефицит. Короче, идеальное время, чтобы вспомнить про облачный гейминг. Например, про сервис MyGamesCloud. Запускай игры с топовой графикой на любом доисторическом железе, даже с телефона, если хочешь. Да, андроид-приложение предусмотрено, хотя для него и нужен геймпад или клава-мышь. Так что, наконец-то, сможешь разнообразить эти свои три в ряд, пока восседаешь на керамическом троне. И что самое приятное, докупать сверху ничего не надо, просто используй свою библиотеку. Даже качать миллион патчей не придется. MyGamesCloud сделает это заранее за тебя. А ежели тут у нас имеются ценители максимально четкого графония, то сервис может предложить картинку вплоть до 4К и 120 фпс. Я не знаю, что еще нужно для счастья, поэтому ссылка в описании специально для тебя. Регистрируйся в MyGamesCloud и играй на максималках в топовые новинки. Обычно в играх Бабадзаки отсутствует сюжетный отыгрыш. Ну то есть это чистейший экшен-рпг, а иногда и просто экшены. Без этих ваших ветвистых диалоговых систем, без прохождений на пацифиста и без прочих подобных приколов. Квестовые ветки обычно линейны и иногда с минимальным разветвлением под конец. Увидеть их целиком можно за одно прохождение вне зависимости от того, как и кем вы проходите. Мир вокруг если и меняется, то обычно по жесткому и неотвратимому скрипту, а вся вариативность в сюжете почти всегда сводится к выбору концовки. Но это сейчас все именно так. А ведь когда-то они пытались. В Demon's Souls, той самой, которая вышла самой первой еще до этих ваших Dark Souls'ов с Elden Ring'ами, была система под названием Тенденции. И система эта как раз привносила чуть больше отыгрыша, чем мы привыкли видеть в играх Миядзаки. Плюс сама по себе была довольно интересной. Как это работает? Мир Demon's Souls поделен на 5 больших локаций, которые мы поэтапно исследуем и проходим. И у каждой такой локации есть своя тенденция. Что-то вроде кармического счетчика. Если мы побеждаем боссов или каких-то важных врагов, вроде вот этого дракона, или когда побеждаем в PvP темных фантомов, которые к нам вторгаются, эта тенденция повышается, а точнее становится светлее. Тогда PvE становится проще, мы наносим больше дамага, у нас становится больше ХП в форме души, аналог формы нежити из Dark Souls. А у тех, кто к нам вторгается, наоборот, всего этого становится меньше. Если же мы много умираем в форме человека, или убиваем дружественных NPC, тенденция становится темнее, и все наоборот. Зато участвовать в PvP нам также становится легче. Помимо этого, есть тенденция самого персонажа, которая светлеет от убийства темных фантомов, и темнеет от убийства дружественных NPC, или от ваших вторжений. И это тоже влияет на все эти цифры, но суть не в этом. Главная фишка в том, что оба вида тенденций открывают игроку новый контент. Если тенденция мира достаточно темная или светлая, на локации могут открыться пути, которые до этого были закрыты, и там часто лежит уникальный лут. Могут появиться новые персонажи со своими сюжетными ветками. Враждебные или нет уже зависят от самой тенденции. Интеракции со старыми могут расшириться или наоборот сойти на нет. А иногда сюжетные ветки новых персонажей могут обрубать другие, как-то идти им наперекор. Ближе к концу появляется даже оружие, которое скалируется от уровня вашей тенденции. Мне вообще надо говорить о том, насколько сильно вот это все увеличивает реиграбельность. Да, тенденции в таком виде, в каком они есть, далеки от идеала. Как и очень многое в Demon's Souls. Ну, первая игра в конце концов. Да, они работают очень неочевидно. И если не знать заранее, что такая фишка вообще есть, можно ее даже не заметить. Да, напилить к ней побольше всякого контента было бы очень неплохо, а то иногда изменения нужно с лупой разглядывать. И да, я тоже не понимаю сакрального значения великого геймдизайнерского мува по усложнению игры для слабых игроков, тем самым уменьшая шанс на то, что они когда-либо это вообще пройдут. И наоборот, облегчению прохождения для скилловых ребят, которые наоборот заинтересованы в том, чтобы челлендж не уменьшался, а может быть даже увеличивался. Но! Только представьте, что в зависимости от вашего поведения с персонажами, в зависимости от вашего стиля прохождения, в конце концов, от вашего стиля в такой игре, как Dark Souls, появляется один контент и закрывается другой. Что реиграбельность может увеличиваться не только за счет билдостроения, но и за счет желания увидеть всю возможную историю целиком. Что в игре, в конце концов, по типу Dark Souls, может быть, не побоюсь этого слова, отыгрыш. Как по мне, это одна из лучших находок за всю серию. И абсолютно каждому последующему проекту Миядзаки подобные фишки были бы, ну, исключительно к лицу. И оттого вдвойне жалко, что с тех пор эта фишка так никуда и не пошла. Ну, то есть да, в Bloodborne, в зависимости от количества озарения, меняется мир вокруг, или в Секиро, если слишком часто умирать, то NPC начнут заболевать, но даже по сравнению с тенденциями из Demon's Souls, этого очень мало. И вы сейчас такие, какой нафиг отыгрыш, какое изменение локации, Souls это про геймплей, все остальное отвлекает и вообще рудимент. Ну, окей, ваше право. Но и для вас есть интересная фишка, которой лично мне, но вот в том же Elden Ring'е очень не хватало. Генерируемые подземелья, или подземелья-чаши из Bloodborne. Кстати, знали бы вы, сколько я говна про них наслушался в свое время. Хотя фишка, ну, правда, очень классная. И намного лучше, чем про него говорят, вот серьезно. В чем суть? Bloodborne можно проходить, как и любой Souls до него. Идти по локациям, убивать боссов, участвовать в PvP, ну, короче, все как обычно. Но в процессе ты будешь получать вот такие вот чаши. И с помощью этих чаш и нескольких расходников можно прямо в хаб локации сгенерировать себе полноценное подземелье. Они, конечно, будут строиться из одних и тех же ассетов и по одним и тем же правилам. Всегда будет несколько слоев с боссами в конце. Всегда нужно сначала найти и дернуть за рычаг, прежде чем идти к боссу. Почти всегда будут необязательные ответвления с бонусным лутом, которые еще любят переплетаться с основной частью данжа. Ну, то есть ты всегда примерно знаешь, чего ожидать. Но вот расположение комнат, ловушек, сами враги. И все соответствующее генерируется случайным образом. Ну, то есть, короче, шли соулсы такие шли, видят элемент рогалика, нацепили его на себя, а он им, в общем-то, как раз. Во-первых, подземелье — это все еще валидный Bloodborne Experience. Здесь есть и новые враги, и новые боссы, уникальное оружие, новые сеты одежды, даже визуал. Вот вы, например, знали, что в Bloodborne есть пустынный сеттинг? В подземельях вот он есть. И нет, эти подземелья далеко не так ужасны и однообразны, как про них любят говорить. Я, например, часто слышу, что подземелья в Элден Ринге — это вот один в один Bloodborne'овские, но только вручную сделанные. Но, если честно, для данжей из Бладика это, ну, буквально оскорбление. Они намного вариативнее, в них тупо больше ассетов, больше каких-то сложных конструкций, в них заблудиться можно, в конце концов. В отличие от Элдена, где они почти все собраны из буквально одинаковых кубиков. Я лично безумно обожаю Bloodborne. Это до сих пор первая и единственная игра, в которой я выбил платину, хотя я никогда вообще ничем таким не занимался. Естественно, я уже прошел полностью и сам Bloodborne'ы DLC, зачистил их от всего маломальски интересного на локациях. И знаете что? Это реально балдежное чувство, когда ты можешь вернуться в любимую игру, даже вот после всего этого, и сгенерировать себе что-то новое. Видеть новых редких врагов, троить новых боссов, или старых, но в новых условиях. В конце концов, банально не знать, что за следующей дверью, когда ты ее открываешь. Особенно учитывая, что данжи — это Bloodborne Experience, который можно под себя полностью подстроить. Выбирай какой хочешь визуал, выбирай какую хочешь глубину, ну то есть насколько мобы будут жирными и как сильно будут бить. Делай дополнительные условия, например, чтобы мобы тебя там чуть ли не ваншотали, но зато лут и валюты с них сыпятся получше и побольше. Или чтобы появилось больше видов врагов на одних и тех же локациях. Хочешь с ПВП, хочешь без ПВП. Ну короче, прикиньте, в Souls игре можно полноценно кастомизировать под себя локацию. Вообще, данжи в Bloodborne, вот в том виде, в котором они есть, это идеальный костыль для ролевой системы. Хочешь добыть себе каких-нибудь расходников, которых в самом Bloodborne слишком мало, там вроде камней на заточку, либо вообще ограничено, как того же озарения, ну так пожалуйста, тут это все есть. Тут есть даже магазины с расходниками, которые можно будет купить в хабе только на поздних этапах. И то только если нужный предмет найдешь. Да и вообще, ну вот допустим, ну вот так получилось, что какая-то локация тебе не поддается, и нужны души на прокачку. Так зачем фармить одно и то же место, если можно просто сгенерировать и пройти новую локацию? К тому же необязательную, которую всегда там можно удалить или заменить. Или допустим, хочется собрать тебе какой-нибудь вот хитро вывернутый билд, но твое любимое оружие не позволяет поставить именно те самоцветы, которые тебе хочется. Ну так и за этим можно прийти сюда. В донжах можно найти или даже купить оружие из самой игры, но в другой вариации, со слотами другой формы. Просто это в Bloodborne не важно, здесь самоцветы делают очень многое, начиная там с банального увеличения урона, и заканчивая тем, что меняют статы, от которых оружие эскалируется, меняют тип урона там на электрический, например, и так далее. Но, естественно, не все самоцветы подходят во все слоты. Просто посмотрите на вот эту вот красавицу, на вот эту пушечку, на вот эту вот PvP-машину. Собрать её на моём втором персонаже мне позволила вариация Чикаги, вот этой вот катаны, именно из донжей, со стандартной было бы не так вкусно. В итоге генерируемые донжи это просто вот идеальный мид-слэш-эндгейм-контент, полностью опциональный, но позволяющий возвращаться в себя вплоть до бесконечности, и отчасти даже углубляющий саму игру. Комьюнити Бладборна до сих пор живое и активное во многом благодаря этим донжам. Потому что люди до сих пор делятся какими-то находками, какими-то очень редкими вещами, которые они увидели в этих донжах. У некоторого тамошнего контента очень маленький шанс генерации, там вплоть до десятых долей процента. Даже файт-клабы устраивают, в том числе часто именно в донжах. Да, они далеки от идеала. Да, было бы неплохо засунуть в них побольше всякого уникального контента, ну, чтобы хотя бы не приходилось брать обычных мобов, растягивать им полоску хп и называть их боссами. Система с расходниками для генерации этих донжей какая-то слишком переусложненная, на мой взгляд. Я, если честно, вообще не уверен, что вот этой системе даже в таком виде вообще нужны эти расходники. Ну и больше каких-то сложных запутанных конструкций было бы неплохо увидеть. Но, увы, вряд ли когда-нибудь всё это станет возможным. Только если не случится какой-нибудь ремейк, который углубит процесс генерации, или Bloodborne 2, ну или хотя бы порт на ПК, там-то мадами точно что-нибудь со всем этим сделают. Но все эти варианты, как понимаете, кажутся одинаково невозможными. И это печально. Знаете, вот многие ругают открытый мир Элден Ринга. А я его каким-то отвратительным не считаю. Ну то есть он даёт свои бонусы, которые при обычном линейном построении локаций были бы невозможны. Но если спросите меня, ни одна из подобных приколюх не сравнится с тем самым чувством, когда в первой части Dark Souls вы впервые прибываете в местную хап-локацию, в Храм Огня. Потом находите путь в Андетбург, побеждаете Тауруса на местной крепостной стене, поднимаетесь ещё выше до вот этой церкви. И когда кажется, что вы уже дошли невероятно далеко, после всех испытаний, после всего этого пути, вы заходите в рандомный лифт и оказываетесь снова в Храме Огня. Я лично начинал с первой части, и для меня это до сих пор чуть ли не самый сильный момент во всей серии. Как говорится, ставь класс, если было так же, посмотрим сколько нас, репост если любишь долбиться в очки. Такие моменты возможны исключительно благодаря построению мира из первой части. Если вкратце, это большая, комплексная, 3D-шная метроидвания. Локации в первой Dark Souls могут быть не только запутанными сами по себе, но при этом ещё и сильно переплетаются между собой, иногда в достаточно неочевидных местах. И я искренне считаю это идеальным построением мира для соусов. Подробно устройство мира первого Dark Souls уже разбирал у себя на канале Марк Браун, и изобретать велосипед я здесь не стану, поэтому пройдёмся вкратце и тезисно. Начнём с того, что это всё ещё достаточно линейное приключение, со всеми вытекающими плюсами. Понять, куда конкретно тебе нужно идти, несложно. Но это всё ещё Dark Souls, в котором, ну, тебя как бы за ручку не ведут, а какие-то альтернативные пути доступны постоянно, вот прямо начиная с хаба. В итоге ты никогда не чувствуешь, что тебя проводят по конкретной последовательности локаций. Вместо этого ты, наоборот, ощущаешь себя самостоятельным исследователем. Хотя, почему ощущаешь? Как бы по факту ты им и являешься. Никто не запрещает пойти из хаба не наверх, а вниз, и попытаться затраить там какую-нибудь из хайлевельных локаций, вопреки её сложности. И что характерно, за такое превозмогание Dark Souls тебя тоже вознаграждает. Ведь на таких локациях всегда можно забрать очень полезные предметы раньше времени. И сейчас неигравшие могут подумать, ну, раз все локации соединены, наверное, визуально всё одинаковое. Но нет, всё наоборот. Именно вертикальность мира этому способствует. Мы видим буквально срез из всего, что подобный фэнтезийный сеттинг способен нам предложить. И именно из-за своей вертикальности оно ощущается естественно. Логично ведь, что тот же Анарлондо, там, расположенный на вершине горы, будет светлее и чище, чем какой-нибудь, не знаю, Андетбург, расположенный ниже, где жили простые плебсы. А все они вместе будут сильно отличаться от каких-нибудь подземных катакомб. Вертикальность позволяет им всем располагаться по соседству, но при этом оставаться на своих местах и, естественно, вписываться в окружение. А не как в том же сиквеле, где у нас, ну, тупо рядом друг с другом абсолютно разные, там, по визуалу и вообще по всему, локации. И как одно сочетается с другим, вот во всех смыслах, да? Думаю же сам. Но зато теперь больше цветофильтров. Ей. Вы вдумайтесь, в первой части, с определенного этапа, даже сама по себе навигация по миру становится отдельным пластом геймплея. Не все полезные NPC моментально оказываются в хабе. Не всегда нужные тебе локации выстраиваются в прямую последовательную линию. И в итоге периодически приходится запоминать важные места и продумывать маршруты между ними. А это само по себе нетривиальный и в какой-то степени творческий процесс. Фанаты патологика или, не знаю, Resident Evil, например, здесь соврать не дадут. И все вышеописанные чувства почти полностью улетучились в последующих частях. Там мир выстроен намного проще, я бы даже сказал примитивнее. Фаст-тревел между кострами дают с самого начала. А все маломальски полезное почти всегда очень удобно перемещается в хаб. Сейчас все вообще ушло в открытый мир. И судя по успешному запуску Элден Ринга, там оно и останется. Можете не сомневаться. И я не спорю, что подход из последующих частей по-своему приятный и удобный. Но где лежит мое сердечко, я думаю, вы уже и так догадываетесь. Вообще, этими словами можно подвести вывод вот прям вообще всему вышесказанному. Элден Ринг стал безумно успешным. Миллионные продажи и сотни тысяч онлайна спустя целые месяцы. Это вам не это, как в классике говорится. Такие циферки это очень хороший результат. А значит, можно не сомневаться в двух вещах. В том, что под издательством Бандай Намка теперь Бабадзаки будет делать только Дарк Соулсы. Ну, во всяком случае, пока вот это вот все еще будет продаваться. Какие-то эксперименты есть смысл ожидать, только если его в аренду опять начнут брать другие издатели. Вот как было с Activision или Sony. А также можно быть уверенным, что ничего из того, о чем я сегодня рассказал, в серию не вернется и никакого развития не получит. Если к первому относиться можно по-всякому, ну то есть кому как, то вот второе меня однозначно печалит. Ну а печалит ли оно лично тебя или ну его нафиг, вот об этом вот всем и не только, жду экспертного мнения в комментариях. Ну а я пока чисто вот скромненько так скажу гигантское спасибо. Гладиславу, лазерному танку Ордосову, Артуру Зайцеву, Догеру, Вичкумбру, Аноунгаю, Сенбонзакура, Потейтос Потейто, Кеша Попугаю, Дотеру-2010, Ларгару, Доктору Экману, Эллен Механику и прочим замечательным людям, чьи ники или имена сейчас бегут по вашим экранам. Эти ребята поддерживают канал на сервисе Бусти и делают это даже вот в такое неспокойное время. Я считаю это достойно уважения. Ну а всем остальным желаю не забывать про ссылочки в описании и чтобы все у вас было хорошо. Темные времена всегда заканчиваются. Помните об этом.